Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в понедельник, 22 мая, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 47 по 57. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Вовремя оно, собравшись архиереи, фарисеи на Иисусе и глаголаху, что сотворим, як у человек сей много знамени отворит, а ща ставим его таков, все веруют в него, и придут римляне, и возьмут место язык наш, един же некто от них, каиафа, архиерейсы, лету тому речеем. Вы, невесте, ни чесоже, не помышляете, як у Ни есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет. Сего же о себе не рече, но архиерейсы, лету тому прорече, як ухотяши Иисус умрете за люди, и не токмо за люди, но и да и чадо Божие расточенное соберет воедино, от того оба дне совещаша, да убьют его. И сужи к тому неявих, а ждаши во Иудеях, но идя оттуда во страну, близ пустыни, в Ефрем нарицаемый град, и духа ждаши соученики своими, бежи близ Пасха Иудейска, и взыдоши мнозе в Иерусалим от стран прежде Пасхи до очистятся, и с каку оба Иисуса и глаголаху к себе в церкви стоящие, что мнится вам, як у Ниима Тли прийти в праздник, даши же архиерей, фарисей заповедь, даши кто ощутит его, где будет повесть, яко даимут его. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну, близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его». Весть о чуде воскрешения Христом Лазаря настолько взволновала врагов Господа, что первосвященники и фарисеи немедленно собрали заседание Верховного Совета Синодриона. В среде своих единомышленников враги Христа не стеснялись высказываться совершенно откровенно, а потому прямо поставили вопрос, что им делать для сохранения своей власти и своего влияния в народе. Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Они верили, что Иисус творит чудеса своей божественной властью, но испугались, что народ пойдет за ним и что тогда настанет конец их власти и хищениям. Александр Павлович Лопухин пишет, Дело Христа обсуждается в Синодрионе только с политической стороны. Священники только боятся за себя, опасаются утратить власть и соединенные с нею доходы, если римляне пойдут усмирять бунт, который может произвести новоявленный Мессия. Они согласны пожертвовать для сохранения некоторого подобия иудейской самостоятельности и своего начальственного положения даже и такой заветной мечтой израильского народа, как Мессия, царь и восстановитель царства Давидова. Таким образом, они испугались за свое личное благополучие, которое для них было дороже Мессии. Но эти мрачные картины, представлявшиеся испуганному воображению членов Синодриона, рассеял практичный Каиафа, будучи на тот год первосвященником. Иудейские первосвященники были проводниками Слова Божьего для начальников народа, но зависели от римского правителя Иудеи и часто сменялись. Ефимий Зигабен отмечает, «Нарушение закона у иудеев зашло так далеко, что тот, кто мог, покупал себе у римлян первосвященство на один год». В течение всего года он пользовался первенством. А те, которые были первосвященниками до него, заседали вместе с ним и были его советниками. Они тоже назывались первосвященниками, потому что и они прежде занимали эту должность. Принимая на себя личину ревнителя национального блага и вместе с тем, находя извинения замышляемому убийству в соображениях государственно-национальной политики, Каиафа заявляет, «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Таким образом, скрывая внутренние личные мотивы своего решения, он говорит, как будто бы руководствуясь только интересами общегосударственными. Предупредить возможность такого опасного для евреев восстания против римлян во главе со Христом и для пользы всего иудейского народа скорее покончить со Христом – вот основная мысль Каиафы. Архиепископ Аверкий Таушев поясняет, «Евангелист Иоанн указывает в этих словах Каиафы на его невольное пророчество о том, что Господу Иисусу Христу надлежало умереть за людей, то есть пострадать для искупления человечества». Первосвященники, как провозвестники воли Божьей, были как бы посредниками между Богом и людьми и в качестве таковых пророчествовали даже невольно, что в данном случае произошло даже с таким недостойным первосвященником, как Каиафа. Только Каиафа говорил об одном иудейском народе, а Христос умер, чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино, то есть для спасения и собрания воедино в своей церкви не только иудеев, но и боящихся его во всяком роде, во всех народах. В строке сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют нам о важной истине. Господь пришел в мир ради того, чтобы собрать всех чад Божьих воедино и привести к себе. Но Спаситель смиренно ожидает, когда душа человека свободно откликнется на его призыв. Самым лучшим откликом является готовность души соединиться со своим Создателем путем жизни по заповедям Божьим, а также любовью к ближним и служением на их благо. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, Субтитры создавал DimaTorzok